Ночь музеев Ночь музеев Экскурсоводы провели для желающих тематические экскурсии На втором этаже была представлена выставка раритетов из запасников Ленинского мемориала В том числе микроминиатюра портрет Владимира Ильича Ленина, выполненная на рисовой крупинке Ее автор Эдвард Авакович Казарян, один из ярких представителей искусства микроминиатюры Действия его работ занесены в Книгу рекордов Гиннеса В Октябрьском зале были представлены уникальные экспонаты издательского дома «Ульяновская правда» Орден Трудового Красного Знамени и само знамя, которые газета получила в ноябре 1967 года На этой же площадке прошло комсомольское собрание На него пришли те, кто по-прежнему в душе остается комсомольцем В Ленинском мемориале не было скучно и детям Для них провели серию развлекательных и познавательных мастер-классов Многие из них с удовольствием знакомились со школьным классом советской эпохи За большим интересом разглядывали школьный букварь 80-х годов и делали фото на память Дети стали главными посетителями комсомольской столовой Где угощали хрустящими сушками, леденцами на палочках и горячим чаем Простыми радостями советских детей Музыкальная программа «Мой адрес, Советский Союз» Ульяновского государственного губернаторского оркестра Русских народных инструментов продолжила вечер Забота у нас такая Забота наша простая Жива, высота родная И нету других забот А тем временем в новом выставочном зале Ленинского мемориала ретро-мототехника Открылась мотофотозона в седле Фотосет с раритетным мотоциклом в экипировке мотогонщика Гостям площадки представили экскурсию советской эпохи в мототехнике Да, музею 95 лет, но музей продолжает развиваться И мы очень рады, что именно на территории музея Открылась новая выставочная площадка, посвященная ретро-мототехнике Только здесь, в нашем городе, можно увидеть старинные мотоциклы, мотороллеры 40-х, 80-х годов Именно те модели, на которых ездили наши отцы и деды На территории дома музея Ленина было оживленно Здесь с 18.00 началась игровая программа У наших ворот всегда хоровод И стартовал квест по саду яблони в цвету Ровно в 20.00 в экспозиции дома музея прошла интерактивная экскурсия Неизвестный музей Вход на все площадки одной ночи в СССР был свободный Ирина Антонова, новость Ульяновской правды